Ну что, друзья, всем здарова, с вами я, Пандос Фиксович. В руках у меня, как можете заметить, Честер Фиксович. Здоровося. Нет. В общем-то, друзья, сегодня, по идее, должен был выйти у меня геймплейный видосик, но контента накопилось столько, что я не успеваю попадать в актуальность этого самого контента. Сейчас у нас были Ultimate Toads и куча сборочек. Отыграно три Weekend League. Вскрыто аж сразу шесть сборок на кумира. Есть на что посмотреть. Год просто сочнейший, как обычно, мне везет в этом году. Все, родной рот, погнали нахуй! Я не знаю, стоит ли себя громко называть лакером года. Пакетиков сегодня будет много. Также немножко расскажу вам про Weekend League, которую я отыграл сам. Всем приятного аппетита, кстати. Я ем вместе с вами. У меня сегодня тут греческий салат. Была мысля разделить этот ролик на несколько частей, но решил вам, собственно, одной порцией дропнуть вот такой-то огромный видос. Не знаю, минут на 20, может, он получится. Ну, а любителям геймплея осталось недолго ждать. Следующий видос будет именно для вас. Ну и, собственно, все. Начальная болтовня подходит к концу. И всем желаю приятного просмотра. Ну и мы с Честером, друзья, хотели напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Начиная от футбола, заканчивая киберспорт. У меня есть крутая система бонуса. Если вы пройдете верификацию до конца, получаете косарь фрибета. Ну и не забывайте регистрируйтесь у них на сайте. В первую очередь вы поддерживаете меня. Такие дела. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мы личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Перед вами, друзья, команда Ultimate Totsov. Параллельно с ними яшники добавили новые цветастые карточки, которые отличаются, знаете, чем? Ничем. Гениально. Хлопаю стоя. Ну, по факту сидя, но вы поняли. Могли бы хотя бы звездочки накинуть, я не знаю. Ну, тупо выпускать карты, которые отличаются другим цветом. Ну, это, конечно, весело. В заданиях нужно сделать свой выбор. Я возьму 5 игроков, 84. Отыграно на этот раз 2 бикинги на 16 побед. Начинаем со своего донатного аккаунта. Ну и в качестве разогревчика давайте я вам покажу нарезочку с последнего моего стрима, где я открывал свои засейвленные паки. Так, ну что, друзья, первая сборочка на кумира готова у меня. Сейчас постараемся что-нибудь поймать. Так, все, пацаны, Пикачу на базе. Первая карта, 86 физуха, 94 защиты. Ну, это сразу срань какая-то, Неста. Вторая карта, 76 физуха. Это что-то в атаку. 92 дриблинг. Ой-ой-ой-ой-ой. 96 шутинг. Бля, я подозреваю, что это Пушкаш. Это прайм Пушкаша? Бля, за Пушкашей я наигрался в свое время, поэтому нет какого-то вау-эффекта. 72 физуха, 72 защита. Блять. Да, вот это, конечно, пик. Три прайма просто упала. Пару лет назад ты мог себе представить, что не стал бы радоваться прайм Пушкашу, особенно в те дни, когда были видосы с паркопингами за 7500. Ну, понятное дело, да. Кто же знал, что такой переизбыток карточек будет в FIFA. Бля, такая крыса мне вчера попалась. Бля, как я обожаю таких уебков. К 14-й минуте я лечу 3-0. Че он делает? Он начинает дэнсить, танцевать. Ебать, я силен. 3-0 он у меня выигрывает. Потом, блядь, происходит камбэчно. И это чертило левывает, блядь. 3-3 камбэк. Он, во-первых, паузы все выдержал, блядь. Все паузы. То есть, каждую паузу нажал, до конца дождал и левнул, блядь. Боссы, блядь. О, первый ТОЦ, наконец-таки. Кто? Аргентина. Блядь, здесь эти уебки падают, серьезно. Когда кубок FIFA в середине июля. О, ТОЦ. Ну, ну, ну. Португалия. Португалия. Это должен быть Лиао. 3-85. Опять ТОЦ. Ну, пожалуйста. Хорошего. Польша. Ливандовский. Здорово. Вот такие рейтинги мы уже одобряем. Я хотел поиграть за Ливандовский. Собственно, у меня будет повод, потому что он у меня теперь имеется. Ну что, друзья. На моем основном аккаунте сборочка кумира тоже готова. На том аккаунте нам не очень повезло. Скажем, откровенно упал Пушкаш. Полетели. Физуха 76. Дриблинг 92. Да я понял. Да, здесь опять этот Пушкаш. О, сразу две карты с Физуха 91. Давайте начнем с крайней. Это обычная карта. Это праймовская Видич. И Титан Трофеев. Это Титан Трофеев, пацаны. О, пацаны. Это не Вьера, случайно? Подождите. Может быть, это Вьера? Хотя нет. Наверное, не Вьера. Или Вьера. Подождите. Что там? Где он играл? А, это Эсиен, блядь. Опять возьму Пушкаша. Два аккаунта, пацаны. Два Пушкаша. Прекрасно просто. Тотсик будет? Хотя бы один будет, пацаны. Тотс. Португалия. Ляо давай. Опять этот Диего Коста. Заебал мою жизнь, блядь. О, Тотс. Ну, что-нибудь пиздатое. Пожалуйста. Франция. Ну, Франция. Блядь. Не мог Домбопе дотянуть. Ну, Тотс. Ну, ну, ну. Испания. Кто там может быть? Да никого, блядь, там не может быть. Опять тотс. Да, блядь, какой... Какой нахуй иранец, блядь? Серьезно? На коем-нибудь из Бочи улетит. И опять этот Родри пришел. Как ты меня заебал, блядь, братан. Кумир 90. Я охрен его знает, кто мне должен упасть. Что я такой, нихуя себе. Это основа. Потому что основа у меня, как вы видели, просто разъебная. Первая карта. 90 физуха, 95 защита. Ну, это Габелла. Это Тотти Неста, пацаны. Вторая карта. 78 физуха. Дриблинг срань. Ну, и в целом, как и карточка. Это у нас Фернандо Торрес. Ну, и последняя карточка. Блядь, опять видишь. Видишь у меня тоже был в каком-то пике. Ну, это пиздец. Что это за паки, блядь? Пики на кумира. Кстати, я понял, почему мне на этом аккаунте так сочно сыпят. На всякий случай напомню, как выглядит мой аккаунт. Вы обратили внимание на мой перформанс? В первую очередь, это канадские флаги, развешанные у меня по всему стадиону. И самое главное, друзья, посмотрите на этот эпичный шпагат. Я раздвигаю ноги перед канадцами. Вот, взгляните на это. Я раздвинул ноги перед канадцами, они мне начали вот так вот засыпать. Так что, пользуйтесь моим лайфхаком. Надеюсь, он вам поможет. А, да, у меня еще эмблема петуха, пацаны. Комбо, запоминаете. Эмблема петуха, раздвинутые ноги и флаг канад. Тут даже волкауты не увидели. Опять этот Родри, как ты меня заебал просто, блядь. В каждом нахуй паке упал мне. А ведь это, получается, знак судьбы был. Не соврать, на этом стриме у меня раз семь, наверное, упал в виде дубликата. Надо было ставить ставочку на гол Родри. Опять этот Санта-Клаус. Как ты заебал меня. Блядь, одни и те же лица нахуй падают просто. Ни одну карту не дали вот этого, блядь, цветастого. Даже, блядь, опять он. Так, ну что, друзья, поехали. Три пика, 84+. Увидим ли мы хоть что-то. Какой кошмар. 4,84. Мое любимое дерьмо. Окей, второй пик вскрываем. Ну, тут есть уже 85-й. Серхио Бускетс. Кстати, у него неплохая карточка вышла в ИПК. Надо будет собрать его. И третий пик сразу два ТОЦа. У меня примерно вот такое выражение лица. У нас есть два пика. Описание гениальнейшее. Так, первая карточка. Это Салиба. Вторая карточка. Это Терштегин. Третья карточка. Фафана. И четвертая карточка. Это у нас кто? Фримпонг. Просто вот вдумайтесь. Четыре худшие карточки из команды Ultimate. Ну, хуже просто быть не может. После сочнейших наград из ТОЦов серии А. Видеть такое, это, конечно, печально. Так, снова нам падает Терштегин. Вторая карточка. Это снова Фафана. Третья карта. Опа. Это кто? Подождите. Так, подождите. А кто это? 98 дриблинг. 93 удары и 99 скорость. Ну, это явно не МБП, да? Есть подозрение, что это может быть Лиао. Он же там на физухе. Все дела, блядь. Это Лиао, это вообще сок. Пацаны, смотрим. Это Лиао. 97. Иди сюда. Блин, это кайф, пацаны. Ну, типа, я ни на что не рассчитывал, ничего не ожидал, особенно увидев 4 говноряда этого. И тут на нахер. Рафаэль Лиао. 97 рейтинг. Вау. Это шикарный дроп, пацаны. Учитывая, что мне в прошлом ролике упал Асимен. Кстати, геймплейчик уже вот-вот будет. Просто, ну, сами понимаете, перед геймплейчиком нужно было максимально зарядить свою команду. Теперь у меня и Асимен в команде. И Лиао. Просто вау. Ну и последняя карта. Вряд ли здесь что-то будет хорошее. Это Педри. Кстати, тоже интересная карта. Но, в целом, тут, понятное дело, я беру Лиао. Вау. Снова 97 рейтинг, пацаны. Это шикарный дроп. Я дико доволен. Как-нибудь вот так вот пихну. Ну, слушайте, вообще шикарно, пацаны. Лиао. И Асимен. Две просто лучшие карточки из серии А у меня в основе. Шикарно. Такой дроп, как говорится, мы одобряем. Кстати, если вы заметили, картинка немножко поменялась. Я тут со светом чуть играюсь. Напишите в комментариях, вам нравится или, типа, слишком радужно и ярко. Так, мой любимый набор Ultimate. 83 максимальный рейтинг. Так, 5.84, пацаны. Давайте посмотрим, сделали я правильный выбор. Вот это да, 5.84. Так, ну и самая сладенькая, пацаны. Продаваемые 3 Тотса Ultimate. Надеюсь, это не будет Фафана, Терштегин и Фримпонг. Так, первая карточка. Это Фафана. Вторая карточка. О, Эрнандес. Пацаны, это заебись. Эрнандеса продать можно. И только не Терштегин, пожалуйста. Ну, конечно же, это будет Терштегин. Ну, ладно, в любом случае, какие-никакие монетки мы залутали. Ну и давайте соберем кумирчика. Посмотрим, что здесь нам дропнется. Исходя из нарезки стрима, увидели, что в последний раз мне ни на одном аккаунте вообще не повезло. Открывается. Дубликатов нет, хотелось сказать, но один. Йоу! Это хорошо, пацаны. Роберто Карлос, он у меня есть продаваемый. Теперь он будет непродаваемый. Вау. Окей. Следующая карточка. Зедорф и Эшли Кол. С ума сойти, пацаны. Это какое-то невероятное везение. Беру Роберто Карлоса. Вот так вот его меняю. И в принципе могу продать. Конечно, жаль, что я всрался на цене. 610 тысяч за 51 матч 78 плюс 13 сделал. Блин, 283 тысячи. Я просто в шоке. Так, ну что, скажем спасибо моему донатному аккаунту. Так, на этом аккаунте давайте возьмем набор с Тодсом. Так, ну что, полетели абсолютно те же самые пики. 84 плюс. Начинаем. Также забираем Серхио Бускетса. Второй пик. Будет ли Тодс? Тодса не будет. Будет у Верати 87. И третий пик у нас. Ага, ага, ага. Мара С 86. Окей. Так, ну и два красных пика. Полетели. Я думаю, не стоит напоминать, как выглядит мой состав. Так, первая карта. Это сразу Салиба. Окей. Вторая карта. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. 98 дриблинг. 92 передачи. 91 удар. И 98 скорость. Это может быть Хвича. Есть такое ощущение. Да, друзья, это Хвича. Кварацхелия. 96 рейтинг. Хотел я за эту карточку поиграть. Но есть одна проблема. Я понятия не имею, как его линковать на этом аккаунте. Тут составчики. У меня нет ни одной карты серии А. Вот если бы он упал бы на тот аккаунт, где у меня Асимен или Ау, был бы вообще топовый атак. Чё-то даже не знаю, как его здесь линковать будем. Но в любом случае дроп приятный. Окей. Next карта. Это Терштегин. И, собственно, это у нас Эрнандес. Угу. Полтора миллиона карточка стоит. Окей. Дроп уже неплохой. Первая карта. Это снова у нас Салиба. Вторая карта. Это Терштегин. Третья карта. Это у нас Фафана. И четвертая карта. Давайте Фримпонга. Нет, это не Фримпонг. Это у нас Ливандовский. Это Ливандовский 97. Да. Не сказать, что сильно повезло. Но при этом карты рейтинговые. Но в основу залинковать их будет, конечно, сложновато. Вот так вот выглядит мой состав. Как сюда хвич упихать. Так, набор Ultimate. Максимальный 87. Окей. Так, набор с игроком Тодз. Сон? Нет. Это Ким Нинджай. Кстати, в одном из последних видеороликов я как-то сказал, как он оказался в Тодзах серии А. Вы меня люто закатили. Написали, что это чуть ли не лучший игрок во вселенной. Но я имел в виду то, что он был в Тодзах комьюнити. И поэтому для меня было непонятно, как он оказался в Тодзах серии А. Условно скажем, тот же Габриэль Жезус был в Тодз комьюнити, но при этом не был в Тодзах АПЛ. Собственно, в этом и был вопрос. Так, ну и друзья, самое сочное и вкусное. Продаваемый пак с тремя Тодзами. Let's go. Какая срань. Ну вот они реально вот подкладывают свинью, блядь. Вроде я Ultimate Тодз, но блядь. Так, давайте откроем пак за 100 тысяч. Может быть, что-нибудь интересное поймаем? Ага, конечно. Очень интересно. 4 пика, 4 трештеги. Вы что, прикалываетесь, что ли? Так, ну и давайте также на этом аккаунте вскроем кумирчика. 90 плюс, все дела. Давайте. Плашечка выезжает, быстренько чекнем. Дубликатов, надеюсь, не будет. Нет. Есть один титановский и два обычных. Так, 86 физуха, это сразу понятно, Несто. Вторая карточка, это у нас опять какая-то срань, это Оуан. Блядь, я не знаю, есть смысл вообще эти карточки открывать, но такая бесполезная хрень падает каждый раз. Два центральных защитника итальянца и бесполезный Оуан. Так, ну и сборочка кумира на моем третьем аккаунте, на котором мне все никак не везет. Может быть, сегодня тот самый день, когда наконец-таки мне на этом аккаунте что-нибудь дропнется. Так, полетели с Пашечкой, открываем. Угу, посередке Титан. Первая карта. Хуйня, Эшли Колл. Хотя, может быть, как-нибудь его и впишу в основу. Вторая карточка. Это у нас... О, Капито. Слушайте, пока есть еще что выбрать. И последняя карточка. Фернандо Торос. Блин, а пик-то, вы посмотрите, охренеть. Три разные карточки. И тут действительно есть над чем подумать. Ну ладно, не буду ходить вокруг да около. Возьму Фернандо Тороса. Будет прикольно его в Викинг-лиге протестировать. Спасибо ООН за службу, но тут Фернандо Торос врывается на вечеринку. И ворвался он на вечеринку, хочу вам сказать, с двух ног. Ну, просто посмотрите, какая невероятная реализация была у Тороса в этой Викинг-лиге. Это просто какой-то кошмар. Мне, видимо, подложили его версию из Челси, а не Титановского. Потому что, ну, это просто какой-то кошмар. Да, возможно, где-то и я сам руинил, но все равно это ненормально для форварда, у которого такие статы. На его фоне даже Бремер смотрелся каким-то нереальным бестярой. Смотрите, какой гол он меня забил. Касаемо самой Викинг-лиге. Начало было великолепным. 10-2 иду и рассчитываю на то, что сделаю 14 побед хотя бы. Но, как вы знаете, не всегда мои желания соответствуют с действительностью. Ведь, как вы знаете, если вы хорошо идете, то сильно не радуетесь. Потому что вам начнет сыпать киберов одним за другим. Запомнился очень вот этот вот матч. Попался мне счет с таким вот составом. БП тот в основе. Какие-то невероятные счета были в этой вылочке. Собственно, счет какой-то был там то ли 5-3, то ли 3-5. К 70-й минуте я уже был в тельпухе. Думал проиграю. Но если игра захочет, чтобы выиграли, вы обязательно выиграете. Что, собственно, игра и продемонстрировала. Эпичный камбэк. Невероятная развязка. Передаю привет вот таким вот соперникам. Он увидел, что я бью пенку и пытался выйти из игры. Но пенку я не забил. По итогу чувак обосрался. Ну, вообще, конечно, дезреспект таким свиньям. Ну и по итогу, друзья. Классические 13 побед. Опять не хватило одной победы, чтобы сделать 14. Мой рекорд был 15. Я почему-то, честно, рассчитывал на то, что у меня получится 16 сделать. Но, увы, я. Собственно, чекайте наградки. Чё, увы и ах, друзья. Идя с такой хорошей статой, я сделал только 13 побед. Очень обидно. Давайте посмотрим, что у нас в пиках. 2.84. Прекрасно. Что во втором? 2.84. Шикарно. Ну и давайте понадеемся на хороший тот с Ultimate. Надеюсь, это не будет, блядь, один уже приобретен. Это Клаус. Ну, боже. Ну, конечно. Второй это Терштеген. И третья карта это Фафана. Нет, это Эрнандес. Но Эрнандес у меня уже есть. Жуткий пик. Окей, забираем Эрнандеса. И второй пик открываем. Салиба. Клаус. И последняя карточка. Это Кевин Дебрюна. Ну, не знаю, не знаю. Чё-то как-то совсем тухловато. Кевин Дебрюна как-то не вписывается в мою команду. Сейчас, кстати, есть неплохой шанс заултать серебряных Тотсов в пакцах. Из остального мира там большинство челов Сильвера. Плюс Хвичу еще можно поймать. С таким настроем я пошел щелкать паки и наултал себе набор начинающего Глора. Как вы знаете, Месси перешел в Интер Майами. Теперь ни эмблемы, ни формы нет на рынке. А у меня вот есть вот так вот. И вы знаете, действительно, можно поймать Тотса. Я доказал это на деле. Мне, внимание, друзья. В одном Сильвер Паке упало сразу два Тотса. Вот так вот. Так что можете пощелкать. Вдруг и вам тоже повезет. Так. Пик на Тотсов у нас тут вышел. Давайте заценим контент. Чё есть может вообще упасть. Ну, балдежник упал. Хоть какой-никакой рейтинг 93. Так, Тотс. Кто? Бразилия. О, Милитао. Здравствуйте. Слушайте, учитывая, что это был какой-то всратый пак. Милитао. Это топчик, пацаны. Лям 300. Ну, чтобы вы понимали, Тотти Милитао у меня в основе был. А у Тотса Милитао статки чуточку получше будут. Конечно, дизайн карты у Тотти поинтереснее. Но так или иначе, друзья, это основа. Здравствуйте. Так, ну и на втором аккаунте я решил собрать выбор Тоттика. Давайте посмотрим. А вот тут, друзья, я возьму Сане. Харикен у меня уже имеется, а Сане мне в основу залетает. На этом аккаунте я все-таки решил попробовать линкануть Мусиалу. И Сане как раз-таки мне здесь и нужен был. То есть это прям идеальный дроп, который мне нужен был в этом составе. В сборочках кумира мне то и дело падают нападающие с рейтингами 94. Но тут самый топовый это он. Поэтому, скорее всего, именно он будет играть в моем составе. Давида жаль, но по сыгранности он мне никак не линкуется. Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик у меня получился. Большой, объемный. Очень много контента у меня накопилось. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, поставьте лукас. Вам не сложно, мне приятно. Увидимся уже в следующем видосе на геймплейчике. Всех благодарю за просмотр. И черканьте еще в комментах. С вами был я, Пандосов Иксающий. Всем чао-какао.